В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Случайно разрядил барабан пистолета. Известны подробности убийства на остановке мясокомбинат. Даешь уроки безопасности. Череда селфи-трагедий заставляет серьезно задуматься о профилактике. Преступление и наказание. Общественный совет следственного управления решил расставить все точки над «ы» в оказании медицинской помощи. Стали известны некоторые подробности убийства, произошедшего на остановке мясокомбинат. Мы получили оперативное видео с места проверки. Картина, которую в апреле наблюдали очевидцы, выглядела примерно так. На асфальте истекал кровью один мужчина. Над ним в растерянности стоял другой. Как позже выяснилось, брат. Я подошел к брату, смотрю, он живых, но хрипит. Я побежал туда в сервис, охранник меня остановил. Вы туда в машине поехали или пешком? Пешком пошел. Кровавые разборки привели финансовые проблемы. До них братья жили дружно. Вместе отмечали праздники и даже работали сообща. Оба занимались отделкой помещений. У погибшего дела шли гораздо хуже. Под разными предлогами он занимал небольшие суммы у родственника. Когда долг составил 50-60 тысяч рублей, отношения заметно испортились. На эту злополучную встречу подозреваемого пригласили под вымышленным предлогом. Якобы там может находиться важный для него человек. Такую причину должник придумал, чтобы помириться. Но это только больше рассорило изрядно пьяных мужчин. Следует заметить, что стрельба прекратилась только тогда, когда барабан пистолета был разряжен полностью. Во время первоначального допроса в качестве подозреваемого он пояснил, что целенаправильно произвел только один выстрел. Все остальные выстрелы произошли непроизвольно в ходе борьбы. Хотя на месте происшествия было обнаружено 6 стрельных гильз. То есть это свидетельствует о том, что выстрелов было 6. Вот так происходит борьба. И выстрел в этот момент, ну, происходит выстрел. А то я у него вытираю пистолет, вытираю пистолет, он машет рукой на меня. Пистолет в таком положении. В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105-й, советским районным судом в отношении него избранной меры пресечения и заключения под стражу. Сейчас назначены все необходимые судебные экспертизы и после получения которых будет дана окончательная юридическая оценка действиями обвиняемого. Когда обвинение было предъявлено, обвиняемый отказался от дачи показаний. Мы будем следить за ходом расследования. Многие несовершеннолетние нарушители абсолютно серьезно думают, что в силу возраста они могут безнаказанно нарушать закон. Следующий пример послужит наглядным пособием и для преступников, и для потерпевших. 16-летней девушке грозит до 7 лет тюрьмы за квартирную кражу. Испытывая некоторые финансовые затруднения, предприимчивая молодая леди решила пойти по самому простому пути. Заходить в подъезды, дергать ручки дверей и, если они окажутся незапертыми, быстренько забирать все, что плохо лежит. Удача улыбнулась злоумышленница только на шестом этаже. Хозяйка квартиры забыла запереть дверь и ушла в дальнюю комнату. В этот момент в ее кошельке уже орудовала воровка. В итоге хозяйка поплатилась за свою халатность, а девушка за самоуверенность. Людей, которых не смущает уголовный кодекс, не остановит ни шестой, ни десятый этаж. Еще каких-то лет 15 назад подростки могли воспользоваться телефоном максимум, чтобы узнать у одноклассника, что задали на дом в школе. А к процессу фотографирования вообще относились как к отдельно взятому празднику. Сегодня день прошел зря, если в инстаграме не появилась чашка выпитого с утра чая или, например, поход по магазинам. Кто бы мог подумать, что научно-техническая революция потребует уроков безопасности. Молодежь становится жертвой экстремальных селфи. Этой весной последовала целая череда селфи-трагедий по всей России. Учащийся девятого класса в Подмосковье во время прогулки под присмотром педагога ради фотографии залез на бетонные блоки и схватился за оголенные провода, находившиеся под напряжением. Мальчик был госпитализирован. В Петербурге другой школьник забрался на прогнившие ступени пожарной лестницы жилого дома, сорвался и получил серьезные травмы. Совсем недавно трагедия омрачила последний звонок в Рязанской области. Молодой человек хотел сфотографировать себя на путях железной дороги, но зацепился за линию электропередач от удара током, упал с моста, получил серьезные травмы и скончался в больнице. Похожий случай произошел с подростком в Хакасии, только по той же причине он сорвался в пропасть. И возраст, как показывает статистика, тут совершенно ни при чем. Например, в Москве 21-летняя девушка пыталась сделать селфи с пистолетом и случайно выстрелила себе в голову. Когда такая съемка превратилась в зависимый, задают себе вопрос психологи, полицейские и профессиональные фотографы. Кстати, недавно ученые умы пришли к выводу, что селфи-мани-то все-таки болезнь. Вот только вылечить ее медицинскими способами, увы, нельзя. Остается просто уповать на то, что эту зависимость вытеснит какая-нибудь другая, менее экстремальная. В Министерство образования и науки недавно пришло письмо от активистов общественной организации за безопасность. Народ требует срочно внедрить в школы уроки безопасного селфи. Если раньше на занятиях ОБЖ учили накладывать шины и делать искусственное дыхание, то скоро такими темпами дойдем до аутотренинга. Легкий путь к успеху – самый опасный. Да и тянет ли на успех десяток другой лайков? На кону все-таки жизнь, а на ютубе не успеешь и моргнуть, как из героя превратишься в лузера. Считается, что селфи восполняет болезненный недостаток внимания. По идее, в благополучных семьях такого быть не должно. Но эту идею, к сожалению, в дребезги разбивают сами же взрослые. Буквально на днях, 4 июня, двое взрослых мужчин-рыбаков попали в больницу после укуса гадюки, которую приняли за ужа и решили с ней сфотографироваться. В этот же день, уже в Кемеровской области, мужчина сломал статую Ленина, с которой тоже пытался сделать селфи. Как видите, нет предела человеческой глупости. Но не стоит каждый день испытывать судьбу и играть со смертью. Тем более, по ее же правилам. Подробности трагедии, произошедшей в Кораблинском районе, покрыты мраком, и в интересах дела, мы пока не даем комментарии следователя. 5 мая один из местных жителей обнаружил в водоеме тело 48-летнего мужчины. Ссадины и кровоподтеки говорили о том, что смерть погибшего носит криминальный характер. Под подозрение попали сын убитого и муж его приемной дочери. В настоящее время уголовное дело расследуется по двум статьям. Это похищение человека и убийство. Следователи выясняют все обстоятельства, а также мотив совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предыстория примерно такова. Много лет назад погибший взял в жены даму с ребенком. Через некоторое время у пары родился общий сын. Все шло своим чередом. Дети дружили, выросли, завели собственные семьи. Но вдруг все члены семьи стали отмечать беспокойное поведение падчерицы. Своему мужу девушка рассказала детали своих взаимоотношений с отчимом, когда она была еще маленькой. История настолько шокировала мужчину, что он взял на подмогу сводного брата жены и уже вместе они отправились мстить. Вечером 3 мая подозреваемые прибыли на квартиру, где проживал потерпевший. Силой они заставили мужчину сесть в автомобиль и вывезли его на территорию водоема. На данный момент сын погибшего свою вину признает, но утверждает, что убивать отца не хотел. Похоже, молодой человек не увидит рождение своего первенца и проведет ближайшие годы за решеткой. Но детали следствия только предстоит установить. Законодательству термин «врачебная ошибка» неизвестен. Поэтому юристы его, как правило, не употребляют. Он имеет распространение преимущественно в медицинской литературе, но и здесь есть нюансы. Подмена понятия «врачебная ошибка» на «врачебное преступление» недопустима, так как приводит к деструктивному конфликту интересов пациентов и медработников. А когда меня привезли с операции, меня уронили. Я так и знаю. Людочка, а потом, сколько я пережил. Людочка, я лежал на столе, обнаженный и беззащитный. Со мной могли сделать все, что угодно. Если доказать халатность врача и наказать его практически невозможно, то что же делать? Лишь единичные случаи доходят до зала суда, но и там все упирается в судмедэкспертизу, которая зачастую в рамках медицинской этики солидарна с диагнозом. Медкарты часто просто переписываются, а виновные отделываются штрафом или условным сроком. Чтобы разрешить эту непростую ситуацию, Общественный совет следственного управления вынес на рассмотрение вопрос проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи. Честно скажу, нет никакой охоты на ведьм, никакого желания во что бы то ни стало привлечь медицинского работника. Мы за объективное, беспристрастное разбирательство в этих обстоятельствах. Именно поэтому в ряде случаев, когда выясняется, что вины врачебных работников нет никакой, дела прекращаются, это абсолютно нормально. В качестве небольшого лирического отступления вспомним историю. Известно, что законодательство, регламентирующее ответственность медиков за врачебные ошибки, появилось еще в глубокой древности. Одним из наиболее известных законодательных актов, дошедших до нас, является высеченный на камне свод закона в Хамурапе, который правил Вавилоном и объединенными сапотами еще до нашей эры. В истории Древней Руси врачевание приравнивалось к волхованию и чародейству, поэтому за врачебные ошибки врачнюю соответственность, как за умышленное преступление. Примером может служить умерщвление лекаря Леона, который лечил больного сына великого князя Иоанна Третьего, но не смог его спасти от смерти. В российском обществе к врачам всегда относились с глубоким уважением, в их руках в прямом смысле жизнь пациентов, отсюда и высокие требования. Но времена Чехова и Булгакова, которые тоже немало сделали для медицины, увы, позади. На что жалуемся? Вы знаете, доктор, что-то здесь в боку постоянно как-то тянет. Сердце. Сердце. Сердце вроде, извините, все-таки здесь. Ой, ну, сердце там, где часы. Это мы проходили. Трудно сказать, в какой именно момент эта уважаемая профессия претерпела такие изменения. Количество жалоб на людях в белых халатах растет. Много больных? Да ужас, ужас просто. Дай им Бог здоровья. Больной? Опять шутите? Бога нет. Бога нет. Но есть врач. Вы? Я. Врач? Угу. Тогда точно, Бога нет. Каждый второй случай у нас связан с врачебной ошибкой или с недодлежащей доказанием медицинской помощи. Действия врачей, которые говорят пациенту, что могут качественно выполнить свои обязанности только за небольшой материальный комплимент, сегодня вообще не подпадают под статьи за вымогательство и коррупцию и не позволяют наказывать работников за выбивание незаконного вознаграждения. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов подготовил соответствующие поправки в Уголовный кодекс России. Согласно им, штраф должен быть 50, а то и 70-кратным, с 3- или 5-летним лишением свободы. В Рязанской области за последние несколько лет количество жалоб на работников медицины увеличилось вдвое. Только за 5 месяцев текущего года проведено 7 проверок. В 2012 году у нас было 12 сообщений. Как правило, они поступают именно от граждан. Тут очень высокая латентность преступления, сами понимаете, поскольку человек, который умер от врачебной ошибки, никогда уже никому ничего не расскажет. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Единственное прогрессивное шляпо! Слухал? Ты правовая, дорогая! С этим отростком пора кончать! Ты что? Потерпи, Лёвушка! Еще на слуху два недавних трагических случаев, в одном из которых под облучателем заживо сгорел малыш, в другом умер пациент с инсультом, которого долго катали между больницами вместо того, чтобы оказывать немедленную помощь. Но тут главное не перегнуть палку. И в защиту врачей стоит сказать, что на 10 жалоб найдется сотня благодарностей. А пациенты порой сами усугубляют свое состояние, прибегают к народной медицине, а то и вовсе сбегают из стационаров, едва почувствовав облегчение. Общественный совет предложил Министерству здравоохранения Рязанской области рассмотреть вопрос об изменении порядка формирования состава ведомственной комиссии в целях исключения участия экспертов, входящих в ее состав, в последующем производстве сложных комплексных судебно-медицинских экспертиз. На сегодняшний день на рассмотрении в правительстве Российской Федерации находится проект «Концепция развития здравоохранения до 2020 года», в соответствии с которой к числу первоочередных задач отнесено совершенствование законодательства в сфере здравоохранения, в том числе разработка законов о правах пациентов и о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, как в Европе. Насколько эффективной будет проводимая работа в этой области, мы сможем судить в ближайшие годы. Люди склонны винить других в своих проблемах или списывать их на обстоятельства, забывая о том, что неплохо для начала научиться самим не провоцировать ситуации, приводящие к трагедиям. На сегодня это все. Удачи и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова